Кто они иные? Кто они непохожие? Кто они, которые не мы? Какую роль в истории человеческой культуры являет собой оппозиция? Свои – чужие. Почему мы часто так произносим? Свой среди чужих, чужой среди своих. Почему через всю историю цивилизации идет борьба своих и чужих? Почему задается вопрос, когда вдруг свои начинают нападать на чужих, между ними разгорается ненависть, разгораются войны, разгораются конфликты, и вспыхнувшая между своими и чужими ненависть? Насколько она живуча? Проходит ли она с годами? Проходит ли она с веками? Для названия отношения к иному, к другому, к чужому, очень много имен. Эти имена – этнофобия, страх перед другой нацией. Эти имена – ксенофобия, страх перед чужими. Эти имена – кавказофобия, я мог бы продолжить, мигрантофобия, фобии, фобии, фобии. Когда-то вышла замечательная книга, которая у меня под рукой, называется «Нетерпимость, нетерпимость в России. Старые и новые фобии», которую подготовил замечательный коллектив с Алексеем Малошенковым. Это удивительные книги и работы. И для меня вопрос «Свои, чужие» – один из важнейших вопросов, составляющий в буквальном смысле смысл того, что я делаю. Как сделать так, чтобы преодолеть оппозицию своей чужие? Как сделать так, чтобы иной, другой не становился тем, против кого направлены стрелы ненависти? Я задал вопрос. Когда вспыхнули конфликты, войны, в том числе геноциды между своими и чужими, как быстро они гаснут? Как быстро наступает уникальное искусство, искусство жизни с непохожими людьми? И возможно ли привить это искусство? Задавая этот вопрос, я сам удивляюсь ему и вспоминаю слова замечательного психолога Гордона Олпорта, что человечеству легче будет расщепить атом, чем преодолеть собственные предрассудки, превращающие нас во врагов. Кратко об некоторых, в моем понимании, определениях. Я считаю, что ключевой задачей культуры является развитие культуры толерантности и искусства жизни с непохожими людьми, людьми, которые отличаются от тебя цветом кожи, мыслями, людьми, которые имеют другое мировоззрение. Но если кто-то имеет другое мировоззрение, необходимо ли мне выхватывать шпагу? И знаменитый герой средних веков все равно Держирак спрашивал, а мы все помним, что у него был очень несимпатичный нос. «Вам что, не нравится мой нос?» спрашивал он. И вынимал шпагу, чтобы укоротить нос другого человека, которому не нравится его нос. Как добиться толерантности? Толерантность – это искусство жизни с непохожими людьми. Говоря о толерантности, я всегда говорю, что это ценностный императив, цитирую Канта, «Развитие человеческой цивилизации». Говоря о толерантности, я говорю, влюблённым можешь ты не быть в иного, в другого, в непохожего. Влюблённым можешь ты не быть, но толерантным, быть обязан. Что такое толерантность в эволюции цивилизации? Что такое толерантность в эволюции культуры? Толерантность – это норма поддержки разнообразия. В тех обществах, где существует толерантность, где другого не убивают прощой только потому, что он высказал иное, отличное мнение, эти общества и определяют прогресс. Что такое прогресс? Прогресс – это рост разнообразия сложных систем. Толерантность – это норма поддержки разнообразия. В отличие от толерантности, ксенофобия, а именно оппозиция чужим, уничтожение чужих, страх чужих, которые занимают твою территорию, занимают твою экологическую или персональную лишь нишу. Когда они занимают твою нишу, ни в коем случае их не пустить. Это мое, только мое. Есть они, иные, и вместе нам не сойтись. Вспомним Киплинга. Запад есть запад, восток есть восток, и вместе им не сойтись. Так ли это? Пока будут вспыхивать конфликты от конфликтов между западом и востоком, или, как в свое время в Америке, между севером и югом. От конфликтов я специально перекидываюсь между Монтеки и Капулетти, когда мы ненавидим иных за то, что они не принимают. Того, что мы вдруг увидели, эти иные близкие. Ромео всегда может найти Джульетту и всегда ее полюбить, хотя она принадлежит к другому роду, непохожему, иному и кажущемуся чужим. Я задал вопрос. Если нет толерантности, а весь мир предается огню конфликтов, если нет толерантности, как искусство жизни с непохожими людьми, и мы не проходим посвящение в толерантность через просвещение, то что происходит? Что будет человечеством? Мой ответ. Если нет толерантности, человечество рано или поздно займется главным самоуничтожением друг друга. Оно погибнет в котле конфликтов. И когда рванут вулканы конфликтов, ничего не будет. И поэтому Джон Дон, современник Шекспира, предупреждает нас никогда не спеши узнать, по ком звонит колокол. Колокол звонит по тебе самому. И каждый человек – это остров. Поэтому я говорю, для меня нет ничего более важного, чем понять, как преодолеть все эти этнофобии, когда мы ненавидим иного, чужого, непохожего, только за то, что он отличается от нас с вами. Как сделать так, что в семье муж ненавидел жену за то, что вдруг у нее иное понимание мира. Наши с вами дети – великие проверяльщики на толерантность и непохожесть. Как нам принять эту непохожесть? Как нам понять его, другого человека, другого ребенка, а наши дети не похожи на нас. И учтите, искусство толерантности, конечно, предполагает, что мы начинаем узнавать, что есть подобного, с кем мы идентифицируемся, встаем на место другого. Это искусство подобного. И мы радуемся, я повторяю это не раз, когда спрашивают, твой ребенок на тебя похож, он тебе подобен, или задаем ребенку очень тяжелый вопрос, а ты на кого больше похож, на маму или на папу. Похожесть невероятно важна, но мы довольны, когда ребенок появляется и рождается по нашему с вами образу и подобию. Но мы в восторге, когда видим, что он делает что-то отличное, непохожее. И тогда мы говорим, какой бесподобный ребенок. Услышьте эту игру словами. Искусство толерантности, в отличие от ксенофобии, искусство жизни с непохожими людьми – это искусство взращивания в человеке человечности, искусство принятия другого человека. Ксенофобия же всегда роднится с фундаментализмом, с закрытыми системами, которые никого не впускают в свои миры. Для них весь другой мир – это чужие, это враждебные, – это агрессивные. И они агрессивны только потому, что не похожи на вас и не исповедуют точно те же правила, те же нормы, что исповедуете вы. Когда-то спартанцы говорили, нет ничего более тяжелого в мире, чем афиняне. Мы разрушим Афины, и тогда в мире все будет в порядке, в мире будет нормально. От афин с их демократией, с их периклами идет хаос, который грозит историей цивилизации. А афиняне, увы, наши демократичные афиняне платили им тем же самым. Или, как говорят, той же монеты. Они говорили, нет более ничего опасного, чем спарта. Мы сделаем все, чтобы разрушить спарту, а не он несет другое мировоззрение. Сейчас у нас за окном 22-й год, 21-го века. Взгляните на спарту, взгляните на афиню, что сегодня потомки, представители великой древней Эллады ненавидят друг друга, как ненавидели тогда афиняне спартанцев. Есть предел жизни ненависти. Он неизучен и очень не хочется его изучать. Предел последствий конфликтов, за которыми стоит интолерантность, за которыми стоит охота на ведьм. Есть блестящая книга Марии Тендряковой «Охота на ведьм». Исторический опыт интолерантности, где рассказывается, как культура реагирует на чужих, на иных, на непохожих. Есть огромное количество фильмов, в названии которой присутствует слово «чужой». И часто этот «чужой» это инопланетяне. И они появляются в своеобразном виде, в разных почти кавкянских или буквально кавкянских чудовищах, которые грозят убить нашу планету и истребить род человеческих. Вспомните вещь Уэллса «Война миров». Опять же, нашествие инопланетян, нашествие варваров. Что такое варвары? Варвары это наибольшие уничтожители разнообразия. для варвара культура не похожая на то, что делает варвар. Это всегда вызов, это всегда страх. Варвары и приходят в мир для того, чтобы исчезло, было элиминировано все различное и все кошки стали серыми в мире серого мира. Я говорю об этих вещах, потому что это для меня сверхценно. Я говорю об этом, что пока мы не овладеем искусством общения с непохожими людьми, мы находимся в ситуации самого большого риска на планете людей. Когда я говорю планета людей, я вспоминаю книгу великого мастера гуманности Антуана Сент-Экзепери, что мы остались с вами жить на планете людей, необходимо именно искусство жизни с непохожими людьми, и тогда мы не окажемся в самой страшной ситуации, ситуации геноцидов и ситуации, когда люди превращаются в нелюди. Эта ситуация описана в замечательном произведении русского писателя Владимира Тендрякова «Люди, нелюди», который для меня является в буквальном смысле полным пониманием, что происходит с нами, как мы можем расчеловечиться, что такое ксенофобия, что такое этнофобия, что такое антисемитизм, что такое Холокост, что такое геноцид, все это явления связаны с расчеловечиванием только за то, что другие люди на вас не похожи. Когда мы занимаемся расчеловечиванием, мы теряем свое собственное лицо, стремясь, чтобы все другие лица были такими же, как наше собственное лицо. Поэтому я повторяюсь, у каждого своя миссия. У меня есть философ, который учил меня жизни. Его звали Мираб Мамардашвили. В моем сознании его фраза в замечательной книге «Она у меня в руках». Эта книга называется «Сознание и цивилизация». В этой книге Мамардашвили рассказывает о себе. Он грузин, но грузин, которого не принимали в Грузии, и грузин, которого сложно принимали Россия. Он часто оказывался в ситуации «Свой среди чужих, чужой среди своих». И он бросил следующую фразу, рассказывая об одном из политических лидеров Грузии того времени. «Если мой народ выберет комсохордию, то я не буду с моим народом». Что за этой фразой? А за этой фразой великое право каждого из нас не быть назначенцем, а назначать в своей жизни самого себя, самоназначение. За этой фразой замечательная вещь – за этой фразой стоит великое право, право быть собой, как самое священное право в истории человеческой цивилизации. Не так давно я еще раз пересматривал важный фильм для меня. Этот фильм называется «Общество мертвых» поэтов. В этом фильме преподаватель учит ходить своих воспитанников в ногу. Ать, ать, ать. Они все ходят в ногу и выполняют его команды. А потом он говорит и дает им следующее задание. Я бы сказал, задание на возможность быть непохожими. А теперь ходите, как хотите. Ходите, как хотите. Идите в своем ритме. И они начинают каждый пытаться ходить собственным шагом. и вдруг один из героев этого фильма стоит, не двигается. Он говорит, а вы почему не пользуетесь правом идти, как хотите? Исследует великолепный ответ, передающий суть толерантности. Мистер Долтон, вы присоединитесь к нам? Я отстаиваю право не ходить. По сути дела, когда мы говорим об иных, по сути дела, когда мы говорим о других, мы понимаем, что другие порой смущают, а иные не похожи, не просто смущают, они возмущают, а не смущают. я задаю вопрос, на который искали ответ и Альберт Швейцар, и Гзюпери, и замечательный Неру, те, кто были мастерами толерантности, и Андрей Дмитриевич Сахаров. Я задаю вопрос, сумеет ли человечество преодолеть оппозицию свои, чужие, если оно сумеет преодолеть эту оппозицию, то у человечества есть будущее. Если оно сумеет преодолеть эту оппозицию и овладеет искусством жизни с непохожими людьми, искусством толерантности, то тогда человечество будет жить в культуре достоинства, а не культуре полезности. Я мечтаю, чтобы это было. Я действую, чтобы это было. И я верю, что это будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА